Здравствуйте, уважаемые коллеги! Система межгосударственных отношений во второй половине XIV века претерпевает ряд существенных изменений. Во-первых, договоренность четырех чингизитских государств о совместном введении внешней политики и восстановлении союза между наследниками Могольской империи прекращает свое существование по опрещению политической нестабильности в самих чингизитских государствах. Также, несмотря на договоренность в период хана Токты и продолжение данной политики ханам-узбекам, межгосударственные отношения чингизитских государств между собой оставались натянутыми. Во-вторых, возникают новые силы, которые активно начинают играть в межгосударственной политике, прежде всего европейские государства и турки-османы. А из второй империи чингизитских держав остается только у луз-дружище, к тому же ее активность в межгосударственных вопросах была ослаблена геннастическим кризисом и политической смутой в 60-70-х годах XIV века. И, наконец, в-третьих, изменившие с принятием ислама свою политику государство Ильханов перестает существовать, а на ее место приходит государство Тимура, которое реанимирует начальную политику хулагуидов, последовательно проводимую вплоть до правления Газанхана. Оставаясь в географическом отношении внутри исламского мира, Тимур начинает проводить, по сути, политику против исламских государств, установив связь и пытаясь координировать свою внешнюю политику с европейскими державами. Французский исследователь Рене Груссе отмечает, что Тимур был набожным мусульманем, но обратившим в руины столицы мусульманского мира. Хотя вопрос о мусульманстве Тимура вызывает большие сомнения. Известно, что мусульманские ученые давали уже при жизни самого Тимура Фетвы, что он неверный, а его военно-политическая деятельность ни разу не была направлена именно на защиту интересов ислама. Все же он был деятелем внутри исламского мира. Тимур скорее по культуре был мусульманом, однако по духу приверженцем традиционных степных вирований, о чем указывает и первоначальное его погребение. К концу второй половины XIV века было налицо разрушение системы межгосударственных отношений, просуществовавшей более 150 лет. В это время главные игроки международной системы нашли определенный баланс во взаимоотношениях. Основная мировая политическая конъюнктура была такова, что христианская Европа ослабила свое давление на мусульманский мир, стержнем которого была коалиция европейских держав против восстановленного после монгольского разрушения аббасидского халифата в лице уже мамлюкского Египта. Как известно, все основные походы крестоносов были направлены именно против Египта и контролируемого ей Ближнего Востока. Мамлюкские султаны приняли на себя роль защитников ислама от неверных крестоносцев и монголов. И к концу XIII века сумели изгнать крестоносцев из Ближнего Востока и спасли от окончательного разрушения института халифата от монголов. Участие в антимамлюкской коалиции и монгольской империи, империи Юань и их большого Эля Ильханов Ирана усугубило положение последнего оплота исламского мира. Однако мамлюкские султаны нашли активного союзника в лице Золотой Орды, которая практически приостановила восточную угрозу исламскому миру. Хулагуиды в итоге ничего не смогли предпринять. В начале XIV века интерес Юаньской империи в западном направлении ослабевает, а Юань и Хулагуиды от прохристианской политики постепенно переходят в ислам, хотя принявшие номинальный ислам и Газан, и Алджайту, и Абусаид продолжали войну с мамлюками из Золотой Орды, а также отправляли посольство европейским правителям и папе. И в борьбе с мамлюками европейские державы и хулагуиды на длительное время завязали отношения. Хулагуиды обещали крестоносам Ближний Восток и передать Палестину своим вассалам-крестоносам. В это же время один из главных вассалов-хулагуидов, анатолийские сельжуки, начинает быстро набирать силы и становится активными участниками мамлюкской коалиции против Византии и европейских держав. То есть те изменения международной конструкции были колоссальными при сохранении главных игроков и наличии баланса сил уже появляются новые игроки, а враги трансформируются в союзников. Однако политический кризис в чингизитских государствах и последующие их падения, то есть в 40-х годах XIV века Чагатайский Улус в Средней Азии окончательно распался на самостоятельном владении Магулистана и Мавираннахар, хулагуидский Иран также распался на несколько частей враждующих между собой. На протяжении середины XIV века в Китае происходили крупные антимонгольские восстания, приведшие в 1368 году к окончательному падению июаньской династии, а затем возникновение империи Тимура реанимирует антимамлюкскую коалицию. У коалиции из европейских держав заново на востоке появляется мощный союзник в лице империи Тимура. Европа приходит в действие и начинает агрессивную политику во всех направлениях против мамлюков, османов и Золотой Орды. Папская курия снова начинает призыв к крестовому походу. На западе Золотая Орда в конце 60-х годов XIV века была вытеснена из центральной части Денистровска-Пруцска-Междуречия. По утверждению Редины Грюсе, с этого момента Копчакское ханство должно было развалиться перед контрнаступлением христианских стран. Но неожиданно произошли изменения в связи с появлением на арене истории Туктамыша. Туктамыш ввел активную политику. Он добился того, что Ягайло начал платить дань за те русские и татарские земли, которые он захватил во время смуты в Золотой Орде. Экспансии Литвы и Польши на Золотардынские земли были остановлены. Итальянские колонии при Черноморье без промедления признали власть Нового хана. С появлением империи Тимура антимамлюкская коалиция получает новый вид отношений, приводит европейско-христианский мир к активности. За короткое время Тимур и европейцы устанавливают контакт и в определенной степени координируют свою политику в этом направлении. Тимур действует с Востока и практически угрожает всем участникам промамлюкской коалиции. Он разбивает ведущихся из Исламского мира Золотой Орду и Османов и все время держит в готовности к войне мамлюков, ограбив после Багдада и Сирии принадлежавшие мамлюкам. При этом Тимур захватывает новые территории и трон Ильханов. Шагатаев мы сюда не включаем, так как о едином троне Шагатайского Улуса уже не приходилось говорить. После прекращения так называемой Второй империи Чингизидов на постчингизидовском пространстве осталось только Улус-Жуще. Этот момент в истории практически еще не исследован, хотя некоторые историки предположили, что Туктамош хотел восстановить монгольскую империю Чингизхана и что Тимур также хотел сделать ее то же самое. С одной стороны, Тимур, претендуя на золотардынскую часть харизма, выступал как восстановитель государства харизмшахов, однако Тимур имел хана из династии Шагатая, претендовал на трон хулагоидов и не предложил новую форму государственного строительства. Причина вражды Тимура и Туктамоша лежала именно в этой плоскости. Именно после того, как Тимур начал претендовать на земли дома Хулагу, внешняя политика Туктамоша резко меняется. Как полагал Сафаргали в захват Тимуром Ирана и Азербайджана нанес бы удар по золотардынской торговле. Если бы Тимур завоевал Иран и Закавказские государства, то границы его империи обхватила всю южную и юго-восточную границу с Золотой Ордой. А отсутствие буферного государства на границах ослабило бы обороноспособность Лоса Жучи. Существующей в международной системе в западной части исламского мира империи Тимура как активного нового международного игрока места не было. Рене Гурссе пишет, что возвышение Средней Азии к концу XIV века было простой случайностью, а перед Тимуром политические преграды в лице хулагуидов Золотой Орды и Магулистана ослабли. Если бы Тимур ограничивался Средней Азией и направил бы свою внешнюю политику в восточном и юго-восточном направлении, то он вписался бы в существующую международную систему исламского мира и, во-вторых, не приобрел бы врага Золотой Орду, для которой были неприемлемы, по сути, восстановление системы Монгольской империи на основе ее бывших противников – Шагатайск-Улуса и Хулагуидов. Все действия Токтамыша свидетельствуют о том, что он имел идеологию и программу восстановления страны, и Орлыкак Токтамыш свою страну называет Улуг-Улус, то есть великим государством, что до него не практиковалось. Восстановить прежнюю империю, естественно, никто не собирался, однако на ее наследство и Токтамыш, и Тимур претендовали. Однако Тимур создавал новое государство, а Токтамыш возглавил уже состоявшуюся, устоявшуюся страну. Поэтому политика Токтамыша была традиционной, нежели Тимура. Токтамыш прекратил смуту и практически решил династийный вопрос. После Батуидов династии Жучи возглавили только Тимуриды. Цель которой во внешней политике пытались осуществить сторонники Токтамыша – это возвращение Улусу Жучи в международную жизнь. По отношению к своим западным соседям Токтамыш ввел активную дипломатию, были установлены тесные и торжественные связи и с мамлюками, и с Османской империей. Решив все эти вопросы, на Западе Токтамыш с 1385 года начинает активную внешнюю политику, традиционную для Золотой Орды в южном направлении. Уже не было Ильханов, а Джилаириды и другие новообъявленные династии Курты, Музафариды не представляли собой опасности. Однако здесь он столкнулся с империей Тимура, и эта борьба привела к тому, что Токтамыш также реанимировал мамлюкскую коалицию, расширив ее новыми сторонниками. Особенно ценным было участие в нем османов. По сообщениям источников, именно Токтамыш был инициатором антитимуровского союза, союза, ставший восточным направлением мамлюкской коалиции. Ибн Арабшак говорит, что Токтамыш в войне с Тимуром был во главе султанов мятежных, как знамя, ведь он первый, который выступил против него враждебно и противостав ему землях туркестанских. Токтамыш также пошел на союз с Камараддином, правителем Магулистана. Уже в новых сложившихся ситуациях мамлюкская коалиция была реанимирована именно для задачи решения вопроса внешней политики Тимура, которая была чужда для исламского мира того времени. Несомненно, главную опору Токтамыш искал в Египте. Как и другие ханы Золотой Орды, то Токтамыш действовали совместно с Египтом против фельханов, так и Токтамыш в борьбе против Тимура пытался объединиться с мамлюками. В летописи Ивана Тагри-Бирди говорится, что антитимуровская коалиция была создана. Арабские летописи сообщают, что в нее входили Токтамыш, Баязид, мамлюкский султан Баркук, а также имер Сивас Ахмед Бурханеддин, правитель Каракуин-Лукара, Юсуф Джилай Риды, правитель Мардина и Туркменский Эмират. Антитимуровский союз был создан, но сторонники не успели скоординировать свои действия и вынуждены были сражаться с Тимуровской армией поодиночке. Другое важное международное событие было, по сути, возвращение анатолийской географической зоны в активную международную жизнь. Начиная с XIV века создается и постепенно усиливается Османская империя, которая первоначально не участвует в политике Востока. Оно и понятнее, ведь на Востоке находилось государство Кулагуидов, патронов анатолий, именно фактор Тимура вывел Османов на ведущие позиции в исламском мире. Пока Тимур громил Золотой Орду, Османы были отвлечены европейцами, однако в 1396 году крестовый поход венгерского короля и франко-бургутских рыцарей против Османов была наголову разбита турками. Также и Тимур отвлекал Османов и мамлюков. Как пишет Зеки Вальдитуган, политическая важность второй военной кампании Тимура не ограничивалась лишь вопросами Золотой Орды, но касалась всей Восточной Европы того времени. Это очевидно из письма Тимура, отправленного в феврале 1395 года Ширвана Османскому султану Баязиду. Несомненно, участники антимамлюкской коалиции смогли действовать совместно и сообща, а их противники не успевали реагировать активным действиям Тимура. С ослаблением Золотой Орды завершилось ее господство в Восточной Европе. После Золотой Орды большую угрозу для Европы представляла Османская империя, которая, по сути, заменила Золоторденские государства в этом направлении. Практически после разгрома и систематического разрушения Тимуром экономических центров Золотой Орды в начале 1396 годов начался уже необратимый ее распад. Золотая Орда напряглась все свои ресурсы и пыталась восстановить былую свою мощь. Уже во времена Шадибекхана смогли вернуть все территориальные потери. Однако на международной арене Золотая Орда уже не была инициатором коалиции и союзов. Говоря о Токтамушхане, Клавиха Руи Гонсалес-Глафиха обращает внимание на то, что тот перед Золотой Орды была сильнее Османская империя, которая, как известно, уже успела стать грозой европейских государств и громил их армии на территории Балкан. Взятие Дамаска с Тимуром без сражения с мамлюками, которые просто не приняв сражения, оставили город на разграбление, показало, что мамлюкское государство уже не представляло из себя сильного мусульманского халифата. Было очевидно, что сами мамлюки не были в состоянии поддерживать далее свою мамлюкскую коалицию. После недолгого возвышения Тимуридов вместо Золотой Орды и мамлюков активно заняла Османская империя, которая быстрее остальных, разгромленных Тимуром, государство смогло залищить свои раны и вернуться к активной внешней политике, однако только примерно через 50 лет. А европейские государства, и в особенности Византии, благодаря Тимуру, получили передышку от османов на целых полвека. Итак, в самом конце XIV века старая международная система прекратила свое существование. Прежние активные ее участники – Золотая Орда, мамлюки, хулагуиды, Венгерское королевство, Византия – уступили свои места новым игрокам. Противостояние империи Тимура и Золотой Орды показало, что прежняя система не подлежала реанимации. Золотая Орда была уже обречена на распад. Наличие большого количества кочейников только усугубляло кризис в государстве, однако и государство Тимура не стало новым во всех смыслах этого слова, поэтому она была обречена на поражение. Новым стала Османская империя, которая не претендовала на какое-либо наследство, а предложила новую военно-суфистскую исламскую идеологию. Ее расширение в сторону исламских земель уже происходило в основном с одобрением населения этих территорий. Иранские земли также обрели новую идеологию в виде шиитской державы, сафивитской империи. Тимпуринская империя дала жизнь империи Великих Моголов в Индии. Восточная часть Джушитской империи закрепила за собой Среднюю Азию. Китай также практически закрылся в себя. Империя Мин вернулась в чисто китайский мир. Татарские ханства, несмотря на неоднократные попытки, вновь объединиться. В итоге были завоеваны московским государством и были заменены новой империей России. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин